Продолжение следует... В нем описывается история с Золотым Тельцом и такие моменты, как покаяние и некоторые части из текста Торы вошли в молитвы, вошли в Сидор. Но все это мы уже разобрали и осталось у нас, значит, несколько пасуков главы 30-й, 30-го параграфа книги Шмот и 31-й параграф книги Шмот, который сам по себе достаточно короткий. Продолжение следует... Напоминание, что по поводу этих слов я мог бы что-то сказать. Так, у меня большая просьба к Анне. Анна слышит меня, да? Да? Надеюсь, что да. Дело в том, что в этой... Прекрасно. В этой главе много терминов таких, что называется, разовых. Названия, например, каких-то компонентов, каких-то ароматических веществ, которые входят в тормоз в ускорение. Вот. Я, конечно, их не помню наизусть, чтобы мне не пришлось переключаться каждый раз на файл, словарь и обратно. Пожалуйста, Анна, если можно, держите его и просто подсказывайте мне, какой перевод дает нам, какой перевод принят на русский язык. Вот. И если вы сочетете нужным объяснение вот этих терминов. Итак, ламед, да, с вашего позволения, ламед, юл, алев, это начало, насколько я понимаю, начало недельного раздела. Вайдаберашем, эль-Мушелуй-Мор, и сказал Бог Моисееву, говоря, Кит истар, это рож в ней, бенэй Исраэль, лі вкудэй гэм, вэнатну іш кофер навшо лашэм, бі вкод-отам, вэло і ебагэм нэгэф, бі вкод-отам. О, когда сочтешь, то есть буквально, когда поднимешь голову сынов Израиля. И вкод-отам, здесь имеется в виду при подсчете, для подсчета их. И дадут человек выкуп души его, Всевышнему, при подсчете их. И не будет у них буквально эпидемии, или сейчас Лаваннекев используется для значения пандемии, при подсчете их. Это раздел, который мы недавно читали в главе Шкальбин. Здесь рассказывается о том, что каждый год собирали попул Шекеля с человека. Прежде всего, это удел каждого человека в общественных жертвоприношениях. На эти деньги покупали животных для жертвоприношений от имени общества. Но, кроме того, эти монеты подсчитывали и определяли численность населения. Так вот, считать иначе евреев запрещено. Танах рассказывает, что когда это правило было нарушено Давидом, началась эпидемия, которая, во-первых, была наказанием за нарушение вот этого запрета, а, во-вторых, свела на нет все подсчеты. Но и, кроме того, даже не весь еврейский народ, а часть еврейского народа не принято пересчитывать. Например, чтобы узнать, набралось ли 10 человек молитвенный кворум в синагоге, не считают по головам 1, 2, 3, а, например, называют по словам какой-то фразой, в которой 10 слов. Например, «Ошиээт амэха» и так далее, если доходит до конца. Вот, и все люди соответствуют словам. Более 10 человек можно молитву начинать. Вот примерно так. Теперь, ну да, собственно, в этой фразе переданы оба вот эти аспекта сбора полушекелевых монет, которые, я сейчас сказал, это и искупление, то есть участие в жертвоприношениях общественных и, значит, подсчет количества людей. Итак, Юд Гиммель, пожалуйста, Анна, прошу вас. Так, меня слышно? Слышно, слышно. Так, Юд Гиммель. За этну коль га овер аль абкудим махацит ашекель, вэшекель акодыш, эс рим гера ашекель, махацит ашекель, трумалы ашем. Так. Это дадут буквально. Тихо, 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 сейчас. Это даст каждый проходящий для пересчета, из пересчитывая половину шекеля, шекеля священного, он уточняет здесь, 20 гера в шекеле, то есть были шекели разные, тут имейте в виду конкретные меры веса. Да. Половина шекеля возношение для Всевышнего. Траша уточняет, почему три раза слово шеки всказано. А тут речь идет о трех подсчетах на самом деле. Первый раз он говорит это вот в самом начале. Ну, как бы пересчет был после того, как произошел грех Золотого Тельца. Соответственно, была убыль некоторая в народе из-за всяких наказаний, казни и прочих вещей. Надо было пересчитать, сколько там уже осталось людей после всех этих безобразий. Вот. Был сделан первый подсчет, потом в начале второго года был сделан второй подсчет, и потом еще был сделан третий, и это имеется в виду уже добровольное пожертвование. Потом пишет. Да, 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 спасибо. Спасибо, Анна. Так, Тет Вав, наверное, Тимофей, да? Тимофей, да, Тимофей. Не Тет Вав, а Юл Далят, извините. Тет Вав, а Юл Далят, извините. Тет Вав, кто, очевидно, плохо, да? Да, у нас, слушай, Людмила, у нас что-то не плохо. Да, слушаем. Шир, ло, ирва, ве... Йирбе, йирбе. Йирбе, ва, адаль, ло, амит, ямит, 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 ямит. Ашекиль, латэт, эд, румат, хашем, лем, кафер, аль, навшифатэм. Навшит, нет. Навшотэхим. Навшотэхим. Души их. Теперь так. Да, да. Так. Значит, Ашир. Это как бы тоже поднимет? Нет. Ашир этот богатый. А, то есть богатого, как бы, не больше, ну, не больше. Богатый не увеличит, буквально, да. Богатый не увеличит, так. Такое, что такое, эдель. Даль, даль, это в данном случае бедный нищий. А, то есть бедный нищий преуменьшит от половины шекеля. Да, ну, как бы, давать, даст приношение в богу. Так, ле кафер. Ле кафер, это искупить. Ну, как бы, искупить души их. То есть все одинаково искупают. Да, совершенно верно, да, да, да. Да. Да, именно так. Спасибо, Шуша. Так, у нас Евгений есть еще. Евгений есть, прекрасно. Да. Ва-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- Ото, Аводак, Ахель, Моэд, Вэхайя, Ливны, Исаэль. Ли Зикарон, Ливны, Ашэм, Ли Хапэр, Аль, Навшотехэм. Навшотехэм, да, верно. Так, давайте переведем. Вэла, Кахта, Эткеси, Вакикурин. И, чтобы взять, да. И возьмешь ты, Лакахта, это ты взял, Вэла, Кахта, и ты возьмешь. Вам переворачиваешь. От серебра, который, да, выкупа. Ну, просто деньги выкупа, да. Деньги выкупа, да. Сынок Узраилева. И отдай на... Его, отдай его. Отдай его на... Буквально, а вот, да, Охэль... На работу. Работы, да, Охэль... На работы. Работы чего? Катра. Это собрание. Катра собрания. И будет это для сынов Израилевых. В память пред Всевышним для того, чтобы для искупления их душ. Да, для... Да, для душ ваших. Душ ваших. Второе лицо, да. Да, совершенно верно. Спасибо, все правильно. Теперь начинается новая тема. Иудзайн, и кто у нас сейчас? Анна, наверное, снова я, да? Да. Понятно, так. Иудзайн. Ваидабер, Hashem, эль-Мошэл-Имор. Ну, основум, я две фразы попалась, да? И сказал Бог Моисею следующее. «И сделай раковину из меди и подножия». Кано – это буквально еще и стебель стержень. Стебель стержень. Медная для умывания. И дай его, буквально поставь его, между шатром собрания и между жертвенником. Имеется в виду во дворе. Жертвенник, конечно, медный. И дай туда воды. То есть налей в него воды. Вот такая история. Ну, я обращу внимание, что большинство деталей мешка на скине были описаны ранее, а теперь вот еще дополняется вот этим умывальником. Так, прошу вас, Светет. Анна? Так, «Варахатсу Аарон Уванав мимэну эт ядэйгэм вээт раглэйгэм». Вот так. И амывают Аароны сыны его, из него, из умывальника руки свои и ноги свои. Да, 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 совершенно верно. Значит, жаль, что я не показываю иллюстрации, но просто это бы очень затруднило мою работу. Но есть иллюстрация, как Коэн делает омовение, стоя, допустим, на левой ноге. Он омывает одновременно правую руку и правую ногу. А потом, соответственно, наоборот. Это довольно сложное занятие. Попробуйте хотя бы завязать правый ботинок, стоя на левой ноге. Оцените умение Коанни. Так, теперь, пожалуйста, Каф. Шуша. Нет, не Шуша. Тимофей точно, Тимофей правильно. Извините. Ничего. Точно. Так, Каф. Бе-Воам. Эль-Огель. Моэт. Ир-Хацумаим. Вел-Ле-Ямуту. У-Би-Би-Гиш-Там. Элем-Избех. Ле-Шарет. Ле-Актир. Ише-Ладуны. Пробуем подвести. Бе-Воам. При входе. При входе их. Воам. При входе их. В шатер. Встречи. Омоют. Водой. И не умрут. Нет. Бе-Воамуту не умрут. Конечно. Или. Бе-Гиш-Там. Когда приступают. Они подходят. Они, да. При преступлении их. К жертвеннику. При приближении. К службе. Ле-Шарет. Да. Ле-Шарет. Чтобы служить. Да. Да. Ле-Актир. Это воскурять. Да. Ле-Шэ. Ле-Шэ. Ле-Шэ это буквально то, что сжигается. Агоня. Ла-Шэ. Эш. Да. Слово эш. Да. Но это не сам огонь, а то, что сгарит. Ла-Шэ. Да. 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 Совершенно верно. Да. При преступлении их жертвеннику, чтобы служить службу, воскурять огонь Всевышнему. Так. Да. Спасибо. Тимофей. Все верно. Так. Фуша. Алиф. Да. Фуша. Я муту. Я муту. Хэйта. Эллахэм. Хак. Олам. Элло. У. Лезару. Ледоротам. Именно. Так. И умоют они руки и ноги свои и не умрут. Так. Хэйта. Можно сказать, и будет это им закон на все поколения их. Совершенно верно. Хак. Олам. Закон вечный. Вечный. Потомство его на всех поколениях. На всех поколениях. Совершенно верно. Так сказал поэт. Весь я не умру. Да. Благодарю вас. Шуша. Правильно. Так. Кафбет. Кафбет. Евгений. Евгений. Ваядабэр Ашэм Эль Моше Ле Мор. Да. И сказал. Всевышний Моисеев, говоря. Да. Совершенно верно. Хотите взять еще одну фразу? Да. Давайте тогда как будем. Ва Атта. Ва Атта. Ках. Леха. Бэсамин. Рош. Мар. Да. Бэсэм. 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 Маха цито хамишим у ма-матайм у кана. Кане босэм. Кане босэм хамишим у ма-матайм. Ом-матайм. Совершенно верно. Евгений. Здесь я обязательно должен вам помочь, потому что многие термины такие не на ходу у нас. Вэ Атта кахлы хам. Так, это вы. Да. И возьми. Да. И ты возьми себе. Бэсэмим. Это в современном говорите духи, но здесь имеется в виду ароматические вещества. Какие же имена? Словом, рожь обозначается, обозначается самые высшие, да? Высшего качества. Какие же именно? Первым назван мар-де-ров. Вот. Что такое мар-де-ров? Что-то горькое, да? По идее, да. Наверное, это... Вот мы попросим подсказать нам. Вот сейчас я попробую сам найти. Да. Ага. Мар-де-ров. Мира, да, чистая мира. Мира, это так и называется. Это такое специфическое растение. Да. Я только дополнил, что в арамейском переводе здесь написано мар-де-хай. То есть это как бы намек на героя улемских историй. Ну, вот так вот мне рассказывали. Так сколько надо взять этой мирры? Хамеш-меут. Пятьсот. 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 Да. Теперь кинамон. Да. Чего? Пятьсот? Пятьсот частей, очевидно, да? Ну, в зависимости от того, какое количество мы хотим сделать. Дальше кинамон. Да, кинамон. Это и в современном иврите корица. Да и не только на иврите булочки с корицей. То есть кинамон или кинамон так называют. Да. Не знал. Просто не было в моем детстве такого, да? Бесем. Как босем, да? И тут Раши объясняет, что есть разные виды кинамона. И надо взять тот, который именно ароматический. Бесем, да? Маха-цитон. То есть... Половина. Пятьсотен. Половина пятисотен. Да, то есть половина такого. А именно хамеш-меутаи. Так? Дальше. Кене босем. Слово кене – это тростник. Но тростник тоже бывает разный. Вот есть тростник. Босем. Босем. Который ароматный. Вот его-то и надо взять. Да? Сколько хамешим? Тоже хамешим умотает. Да? Да. Есть привидение. Спасибо. Теперь. Теперь. Кавдаля читаю я. В кида хамеш-меут бешекеля кодыш. Вешемен заит гин. Вот здесь дается нам объяснение. Чего именно? Пятьсот. Пятьсот, да? Так. Что такое кида? Попробуем посмотреть. Кида-кида. Кида. Не туда, не сюда. Кида. Это переводит… Это как кассия. Некий корень определенного травянистого растения. Травянистого растения. Как пишет Раши. Хамеш-меут. Да? Пятьсот. По шекелю священному. Шекель, напоминаю вам, это не только денежная единица, но в первую очередь мировес. Отсюда слово шкала. А лишь корень, как мы знаем, завешивать, да? И шемен заит и оливковое масло. Один гин. Это мера объема жидких веществ. Так. Прошу вас теперь, Анна Кавгей. Да? Так. Так. Кавгей. Ва аси-то ото шемен мишхат кодыш. Руках меркахат маасе руках. Шемен мишхат кодыш и ем. Так. И возьми… Сейчас скажу. И сделай его. И сделай его. Из него. Из него масло для помазания священного. Да. А маркехат, ну вот, это они говорят, тут написано, смешанного состава, как рукахат и составлять какие-то… Да. Смешанного состава. Так. Руках. Так, руках. Мааса руках. Ну вот, работа этого, работа… Работа этого руках. Руках – это, соответственно. Мировар. Тут написано, работа Мировара, но человек, который этим занимается. Ну, в современной… Профюмеры. Вот, профюмеры. Руках – это, да, совершенно верно. Меркахат – это аптека, а руках – это аптекарь, да? А руках – это его работа. Вот, это составление разных смесей в определенных пропорциях, должным образом, да? Так, это будет маслом, как бы для помазания, священного помазания, пускай будет. Да, 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 верно. Так, спасибо, Анна. Кафа? Так, у Тимофей, расскажи о Тимофей, да? Да. У Машахта. У Машахта. Во, это, ой, моэт. Вет, арон, айдут. И помашь им. Шатурь собрания. И шкаф с заветом. Ну, Кавчак. Да, Кавчак с заветом, совершенно верно. Так. Так, спасибо, Тимофей. Кафзаин. Теперь. Вет, ашелхан, вет, коль, кэлав, вет, коль, менора, вет, клея, вет, мизбэх, а, каторет. Продолжаем перечислять. Видимо, и так же нужно помазать, да? Да. И всякий стол, и всякую посуду, и всякую менору, ну, каждую. Почему? Кажется, нет, коль, и только для кэлим, потому что их было много. И все принадлежности его, все сосуды, все инструменты. А, именно, да, действительно, что-то меня слышно. Да, значит, стол, он единственный такой в своем роде, а вот сосудов было много. Стол, все сосуды, менору, а так, вот что такое вот клея? Клея – это кэлим шела, это ее сосуд. И сосуды ее, и жертвенник, да. А, кторет, кторет, кторет воскурение. Ну, то есть и сам жертвенник для воскурения. Да, да, верно, да. Хорошо, спасибо, все правильно, так. Продолжаем перечислять. Это Евгений. Евгений, прошу, да. Ва эт мисбах, хаула, ва эт коль клеон, келава, вэ эт хакир, ва эт… Канава. Кано. Кано. Да. Да, и чтобы помазать, и жертвенник также помазать. Какой жертвенник? Аула. Это все сожжения. Большой, медный, который стоял под открытым небом, во дворе, на котором приносились, сжигались туши жертвенных животных. Мисбах Аллах. Дальше говорят коль кейлав. Да, и все орудия его. Его, да. Да. Иер – это вот то, что мы про него прочитали, раковина, буквально. Сумывальник. Да. Да, и… Кано – это подножие его. Подножие его. Да. Корнеевныч Чуковский, будучи евреем по отцу, очевидно, вот этим вдохновился, когда писал «Я великий умывальник знаменитый бутыр, умывальник начальник и мачалок командир». Понятно, что он имел виду. Спасибо. Теперь кафтет. Кафтет. Векидашта отам вегаю кодеш кодашим коляно ге-бэ-эм гикдаш. И освятишь их, по всей перечисленной предметы, и будут они святыми, кодеш кодашим буквально, пресвятыми, суперсвятыми, святая святых, так называется, кодеш кодашим. Каждый прикоснувшийся к ним, освятится. Вот так. Теперь Ламед, очевидно, Анна. Да. Вэд Аарон, вэд Банаб, тимшах векидашта отам, вэ кагэн линь. Так, и продолжается тут. И помажь, соответственно, Аарона, и его сыновей. Да, тишма, тимшах помажешь. Тимшах, да. Помажешь их. И посвятишь их на служение мне. Лэ кагэн – это буквально служить. Не обязательно быть коэном. В современном еврейте, лэ кагэн – это исполнять какие-то функции. Быть кем-то по должности. Да, совершенно верно. Анна, спасибо. Простите, Рафаэль, у меня вот вопрос именно про глагол. Про буквальные воспоминания. Вот это мы можем использовать, если, например, я кем-то не являюсь, да, но исполняю обязанности. Это вот тоже или это что-то другое. Ну, как бы на подмеже. Если уж лучшего нет, ну, вот такое. Есть выражение «мэма лэ маком» – занимая место. Это как бы исполняющие обязанности. Лэ кагэн – это именно быть назначенным кем-то, служить кем-то, да? Служить братом. Это другое, как бы это вот формальное. Ну, как бы у человека служба. Вот его поставили. Да, да, да. Мэма лэ маком, да, если в женском роде надговорить? Мэма ла маком, да, да, да. Спасибо. Вот. Ну, будем надеяться на лучшее. Ламед Алиф – ага, это? Ламед Алиф – это я. Да, это, так, 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 ага. Вельбны Исраэль, тедабэр лемур. Шэмен мишхат кодэш и езэ льи ледротэхэм. И сыновьям Израиля скажешь, говоря, масло помазанное святое будет это мне на поколение ваше. Совершенно верно, ладуратэй хэм. Правильно. Так, спасибо. Ламед Бэд. Ламед Бэд, передаем микрофон. Шуша у нас ведут. Шуша, да. А, так, хорошо. Аль Басар Адам ло Йесах? Йесах. Йесах. У Бэд Мат Кун То. У Мат Кун То. Ло Та Асу. Камогу. Кодэш У. Кодэш Ашэм Лахэм. Так. Што такое у нас Йесах? Вот Йесах – это будущее время в Нифале от слова Несах, то есть выливать, да? То есть и кровь человеческая, да не будет, как бы пролитая. Минуточку. Басар – это плоть, да? Плоть, да. Адам – это человек, да? Аль Басар Адам на плоть человека, то есть на тело человека, ло Йесах не будет, а но пролито. Возвольте, да, или пролито, так. А теперь у Мат Куна То, Мат Конет, может быть, это слово вам известно. Был у нас мера кирпичей, когда делали кирпичи для этого, когда сказали, что мы вам солому не дадим, а мера кирпичей у вас не убавляется. Вот Мат Конет. Мат Конет – формат принятый при этом действии. Рецепт кулинарный, например. Мат Конет, да? Как правильно это выразить тогда в целом, что и на плоть человеческую не будет. Наверное, так, да. И по рецепту такому, да, то есть… А, вот это вот приготовленное там масло, это не для, как бы, человека. Можно не мечтать так. Это не для человека. Значит, первое сказано, что вот то, что ты приготовишь, будет не для человека, не на тело человека. А второе, что подобного ему по рецепту лотасы камову, как его. И не будет сделано, или да не сделаешь. Да, верно. Такого же. А дальше что святой он? Кодыш ела хэнда. Так. И ты будешь для вас. Оно будет для вас. То есть это какой-то священный, в общем, запрещенный для бытовых целей компонент, так скажем. Да, сказано про нет. Сказано, что можно сделать из таких же веществ смесь, пожалуйста. Но не в такой пропорции. Можно там чуть больше, чуть меньше, пожалуйста, сделайте. Вот да, что не камову. Да, да, да. Не точно по этому рецепту. Так, спасибо, Шуша, все правильно. Ламет Гимел, чье? Евгений. Евгений. Евгений, да. Да, тут я вам тоже готов помочь. Да, да. И в руках это будущее время от глагола, которое означает действие парфюмера. То есть человек, который сделает вот эту смесь должным образом, как... Да, такую же смесь. Да, камову, как эта, да. Да, и который положит от этой смеси на чужого зар. Чужого зар, совершенно верно. И что тогда? Будет истреблен. Истребиться из народа. Совершенно верно, да. Не про нас с вами, будь сказано. Спасибо Евгений. И теперь снова я вам дарит. Пайомера шемель муше. Кахлха самим. Натав. У шехелет. Бехелбна. Самим. У лев. Вад. Вывад. Игие. Тут снова я попрошу мне подсказывать термины. Вот из файла, который я приготовил, но, конечно, я не помню его наизусть. И сказал Всевышний Моисею. Возьми себе самим это ингредиенты, скажем так. Ароматические, как мы сейчас увидим, для чего. Что такое, Натав? Скажите мне, пожалуйста. Так, Натав – это камедь, смола бальзамических деревьев. А, да-да-да, верно. Ирашка объясняет, что от слова «капать». Капать буквально, да? Теперь шехелет – это… Тут есть переводка. Корень благовонного растения, блаткий и блестящий, как ноготь. О, вот оно как. Да? Шехелет. Будем знать. Теперь шелубна. Это тоже некое вещество. Вот, интересно, хильба. Очень восточный. Похоже. В частности, употребляет. Похоже по звучанию. Хильба – такая-то фигня, она очень вонючая. Да. Ну, ладно. В общем, некое такое вещество, да? Дальше. Самим, понятно, это ароматное вещество. Ле-вонна. Это… Ладан. Это Ладан, да? Пусть будет так, да? Вот. В честь него, очевидно, Бен Ладан, да? Зака в чистом виде, да? Бад-бэ-ват. В равных пропорциях и Е будет. Бад-бэ-ват. Давайте я сейчас посмотрю. Давайте посмотрим, что это значит. Бад-бэ-ват. Одновременно. Бад-бэ-ват пишут одновременно. Один к одному. Одновременно, да. Да. Ну, я думаю, что это значит еще и в равных пропорциях. Так? И я. Спасибо. Это был я, да? Слыха. Сам это в современном иврите наркотик, нет? Самим это наркотики, да. И один… Какой-то шутбол. Товарищ как бы в руку мне сказал. Да, ведь сказано, возьми себя самим, да? На что я сказал, что тот, кто изготовит такое, да, как сказано, якорет, да, будет истреблен из народа. И нехрад мы амав. Вот так. Хорошо. Так. Спасибо. Спасибо. И так. Теперь ламедгей Анна, да? Да. Да. Ва асіта отта, кто рэд руках ма асе руках, малах та горы кодыш. И сделай из неё, её, которое, ну, куренье. Воскуренье, да. Воскуренье руках, вот это вот руках… Смесь, наверное, да. Парфюмерное, парфюмерию, искусство, изделие парфюмера, получается. Да. Вот они пишут, мемалах – это растёртый или протёртый, что такое? Да, я бы думал, что это слово «прах». Но здесь имеется в виду несколько. Чистые святые. Кстати, это же тоже в утренней молитве читается кусочек. Да, совершенно верно, да. Перед молитвой мы читаем «окторет». Да, верно. Анна, спасибо. Теперь ламедгей это… Это я. Это Тимофей, да. Пробуем перевести. Да. Так, и затри из неё порошок, видимо, адек. Да-да-да. Дак – это буквально мелко, да. А адек – это измельчитель, ну, буквально в пыль, наверное, да? Да. Да, ванатата и дай тебе от неё перед свидетельством в шатре собрания. Аж, который Иваэт, как точнее, будет свидетельствовать. Будет свидетельствовать, да. Да, будет свидетельствовать тебе там. Где я буду тебе являться, Иваэт? А, Иваэт, да. Отхода Иваэт. Где будете являться, там. Ламед святая святых будет вам. Будет вам, да, да, совершенно верно, да. Лифнея идут перед свидетельством, имеется в виду перед Ковчегом Завета. Так, спасибо. Спасибо, Тимофей. Ламед зайн. Да. Слушай. Вэ каторэт шэр таасэ бэ матханта лоу таасулагэ кодэш тихьел ха лэшэн. Итак, это воскурение, да, которое ты сделаешь. Так, вот это вот что-то такое бэ матханта. Так уже у нас уже было. Это слово, то есть по рецепту буквально. Одно, это вот, да, самое трудное. По рецепту этому, как сказать, не сделают лохэм вам. Вам, да. Не сделают вам. Так, святым будет тебе и Богу. Вот так. Да. Лэха, кодэш тихьел ха, святым будет для тебя, для Бога. Святым для Бога будет тебе. То есть будет считаться, ты должен считать это вот так. Да. Так. Спасибо. Теперь ламед хэт, ламед хэт, ламед хэт Евгений, да. Евгений. Ламед хэт, ламед хэт. это нюхать буквально, чтобы обонять. Итак, человек, который... Человек, который сделает такое же, чтобы нюхать его, тот истеребится народу своего. Да, верно. Вот мы закончили ламет и ламет у нас есть, ну, что-то так, 18 фраз, но я думаю, мы в большей части успеем. Так, я начинаю. И сказал Бог Моисею, говоря, смотри, позвал я, буквально назвал я по имени Бецалеля сына Ури, сына Кура, из колена Иуды. Кур был сыном Мирьям, но поскольку отец у него был из колена Иуды, то, соответственно, и Бецалель принадлежит вот этому колену. Так. Димил, пожалуйста, прошу, Анна. Так. И я исполнил его духом Всевышнего, мудростью и разумом, и, ну, тоже знанием, ну, как бы, таким супер прям знанием. Тут говорят, что хохма – это типа выученное знание, твуна и любина – это какие-то, как бы, примененные это знания на практике или что-то типа того. Адат – это как бы супер вообще и то, и другое. Как-то одно из вариантов, во всяком случае, что много чего еще другого телеза. Так. И всяким искусством, всякой работой. Во всяком, да, во всяком, да, во всяких вот этих. Во всяком, во всякой работе Малаха, то, что называется Малаха. Вот тут я хочу вас переспросить. Хохма – это, по сути, расширение интуиции. Это мгновенное знание, аплистическое знание. Да. А бина – это, видимо, переработанное уже собственным разумом. Бина – да. Обработанное и переработанное. Способность, да, способность на основе выученного идти дальше. Идти дальше. Как это априорное и апостриорное. Ну, пусть будет так, да. Хорошо, спасибо. Так, Далет. Это Тимофей. Тимофей, да. Лакшов Макшевод, Ну, как бы идет продолжение предыдущего пасука. Значит, думать мысли, чтобы делать в золоте, в серебре и в меде. Ну, так, если по словам переводить. Да, 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 да. Совершенно верно, да. Ну, вот поскольку здесь в этой фразе соединена дума и медь, очевидно отсюда выражение медный волк. Спасибо, Тимофей. Гей, пожалуйста, слушай. Да. Слушаю, вы здесь? Гей. Алло, алло. Хорошо, так. Что такое значит Эван? Значит, камень. Эван – это камень, да. Ле, ма, ла, 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 ла. Как это за? Ма, лит, лестница, да? О, для наполнения? У? Ступени? Не расслышал? Вот, ну, ма, ле, ма, ла, ло, как сказать, подъем. Наполнение? Не, 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 не. О, ле, там в другом углу, да. Там другие буквы. А ма, ла, корень мем, ламит альд. Это наполнение, да. Камни, камни для заполнения, так они и назывались. Обычно их называются равны милу им. Меня немножко смутило, что лэмалот здесь с буквой тав, хотя наполнить правильно на иврите лэмалэ, потому что там не гэй на конце, а алиф. Но имеется в виду, да, именно это очевидно, да. Вот. И дальше у ва ха рушит. Я в следующей фразе почему-то выделил вот это слово. Давайте посмотрим, что оно означает. Ну, это дерево, да? Это резьба по дереву и резьба по дереву. Так, и, видимо, ну, как бы сделай, что ли. Хорошая обработка, очевидно, да. Так, а бы коль млаха, ну, как бы вот при каждой работе, как можно сказать, красиво. Ну, здесь имеется в виду каждое действие, которое могло понадобиться, да, он делать умеет, потому что Всевышний об этом позаботился, я так понимаю. И вот эти камни для заполнения и резьбу, и резьбу, и... Да, 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 и камни, и дерево, и металл, надо сказать, что в настоящее время обычно человек занимается чем-то одним. Да. Да. Да, да, спасибо. Ну, вополнение имеется в виду для оправы. Там же была речь о том, что у пересвещения были два камня, которые надо было в оправу ставить специально, на плечники такие. Вот, видимо, эти, эти самые камни. Это камни для оправы, вот, наверное, как. Для оправы, да, которые надо было потом куда-то вставить. Точно, угу, так. Спасибо. Так, Вав, это... Евгений. Да, 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 да. Да, да, да. ЦИВИТИХА. Стоп, минуточку еще раз. ЦИВИТИХА. ЦИВИТИХА. ЦИВИТИХА, да. Хорошо, перевозим, я подскажу, да? Да, и вот я даю, а я дал... Дал. И то вместе с ним. Да, буквально, да. Вместе с ним. Я придал ему. То есть дал ему кого еще? Это вот имя. Агулиава. А сына Ахисамах. Ахисамах. Ахисамах из колена данного. И в сердце каждого мудрость... Мудрого сердца, да. Да. Мудрого сердца. Я дал мудрость. Так, увох, да. Увохорошит. И обработка. Да? Да, они сделают все, что я повелел. Все, что я повелел. Повелел тебе, да. Да, правильно. Правильно. Евгений, все так, да. Так, я читаю Зайон. Эт Огель Моэт. Веэт. Га Арон. Га Эду. Веэт. Га Капорэт. Ашер Алав. Веэт. Коль Келей. Га Огель. Так, и тут снова идет перечисление. Шатер Собрания. И Ковчег Свидетельства. И... На нем. И все сосуды, все инструменты, можно сказать. Огель Шатра. Так, теперь Хэт, пожалуйста, Анна. Так, и дальше перечислять все, что эти люди будут делать. То, что им все очень сказали. Так, Веэт Ашуль Хан. Веэт Келла. Веэт Аминора. Атегора. Веэт Коль Келейга. Веэт Мизбэх. Акторас. Мизбэх. Акторас. И Шуль Истол. И его принадлежности. И Минара. Чи Минура. Светильник. Светильник чистый. И все ее принадлежности. И жертвенник воскурения. Да, да, верно. Спасибо. Тет, понятное дело, Тимофей. Да. Перечисляем дальше. Веэт Мизбах. Веэт Коль Некеллаф. Веэт Акиор. Веэт Кано. Да. И жертвенник все сожжения. И все сосуды его. И умывальник. И основание его. Да, верно. Так. Понятно. Юд Шуша, да? Веэт. Так, Юд. Где-то минутку. Да, да, да. Я потеряла. Можно откройт? А, так. Веэт Вгадэй Шорэ. Веэт Бигдэй Шорэ. Нет, Асрад. Так. Асрад. Нет, я туплю. Ну ладно. Веэт Бигдэй Асрад. Веэт Бигдэй Акодэш Леарон Акоэн. Веэт Бигдэй Банав. Ле Коэн. Ле Хагед. Ле Хагед, да. Так, и дальше перечисления. О, да. Только что такое вот это вот? Вот это срады. Да. Ну, слово Месрат, если вы посмотрите. Я думаю, что да, конечно, слово Месрат. Да, что такое Месрат? Как бы офис служения, да? Ну, то есть и одежды для служения, и одежды служения, и одежды священные для Маруна Коэна. Да, и сыновей его. Ну, тоже, видимо, для служения. Да, да, да. И одежды. Сыновей его для служения, да, для служения. Да, верно. Спасибо. Спасибо, Шуша, да. Ну, обратите внимание, что здесь есть слово. Вот это означает служение, и вот это, по сути, это означает примерно одно и то же, да, в контексте. Так, спасибо. Теперь Евгений Алиф. Так. Ахоль, Ашер, Ци, Ци, Ви, Тихо, Ясу. Угу, верно. И масло для помазания. И также вот это вот курение. Воскурение, да, ароматическое. Для святыни. Наверное, да. Сапирище и все то, что я повелел тебе, они сделают. Они сделают, да, да, верно. Ютбет. Спасибо. Вот здесь начинается новая тема. И ты говори, сынам Израиля, говоря. Но, вот это вот, но, внимательно. Это некое противопоставление. Субботы мои. Соблюдайте. Охраняйте. Потому что знак она, здесь буква ВАВ, мы читаем ее как Ю, то есть вот это И. Между мною и между вами, в рода ваши, чтобы знать, что я Всевышний, освящающий вас. Здесь говорится о том, что даже такое святое действие, как построение Мишкана, да, не отодвигает Субботу. И отсюда делается вывод. А что именно нельзя делать Субботу? А вот те действия, которые делались при построении Мишкана. И мудрецы распределили их по 39 категориям. Это 39 видов Мелахи, то есть действий, освященных Субботу. Теперь, пожалуйста, Анна Юталин. Так. Так. Вэ ушмортэм. Эта шаббат, ки кодыш ги, кодыш ги Лахэм. Мэм махалэйга. Мод юмат. Ки коль гаосэ во малаха ванихрэта анефиш га ги, мі кэрив амэйга. Мэм махалэйга, ну, кто, как бы, ёс... Мэм махалэйга, нарушаэйте. Мэм махалэйга, осквернит, но сделает ёё будничной, получается, холэлэм. Умрёт, может, смертью умрёт, то есть прям-таки умрёт-умрёт. Ибо кто будет всякий работающий в ней, ба, то есть в неё, делает в неё, будет делающий в ней работу, малаха, истребится душа эта и среды народа её. Да, её этой души, да, 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 совершенно верно. Спасибо, Анна, да, всё правильно. Так, вот, вот эти слова, наверное, вы все узнаете, да? Просим, Тимофей, пожалуйста. Вот здесь не совсем так. Не ты будешь делать, а будет делаться, наверное. А, окей, будет делаться работа, а в день седьмой суббота. Суббота-суббот, или как это лучше? Да, суббота от отдыха, можно сказать, да? Да, святая Всевышнему. Всякий, кто делает работу в день субботы, смертью умрёт. Смертью умрёт, да, совершенно верно, да. Так, спасибо, Тимофей. Так, теперь Шуша Тадзайм. Мруб на Исраэль. Это шаббат, ла-азот. Это шаббат для дорота. Бриталам. Так, как надо сказать правильно, чтобы и пусть хранят... Да, и пусть хранят, да. Пусть хранят цены Израиля субботу, сделают субботу для поколений своих заветом вечным. Наверное, замечательно. Шуша Колякову. Так, теперь Евдения Юдзайн. А это читает в утренней молитве, по-моему, да? Да, это кедуш. А, собственно, может быть, и в Амиду это входит, да? В Амиду, да, что вы. В Амиду, да, в Амиду. Ти шешет, ямим, а аса, ашем, эт ха шамаин, в эт аэрес, у вайом, а шви, а шви, шават, шават, да? Шават, ва-и-на, ва-и-на-фаш. Ва-и-на-фаш, да, совершенно верно, да. Между, так сказать, сынами... Между мною и между сыновьями. Мною и между сыновьями израилевыми. Код, в данном случае, мы перевозим как знак. Знак она. Вечный. Да, суббота, то есть, вечный, так сказать, да. Знак того, что в шесть дней творил Всевышний небо и землю, и в день седьмой... Шават буквально покоился ва-и-на-фаш и отдыхал. Ну, можно сказать так, да. Да, спасибо, так, все правильно. И, наконец, последнюю фразу я прочитаю, и этим мы заканчиваем. И дал Моисею, когда закончил он ке-ха-ло-то, по окончании, Ледабер и то, говорит с ним, на горе Синай, две скрижали свидетельства. Скрижали каменные, написанные пальцем Всевышнего. И мы знаем, что дальше начинается весьма трагическая история с золотым тельцом и разбитием вот этих первых скрижалей. Это уже следующая за ним голова. Мы рассмотрели весь дальнейший материал в предыдущих наших циклах. Ну, дай бог нам не повторять ошибок прошлого. Вот в эту субботу мы прочитали еще отрывок о Красной Корове. Суббота, пора, предшествует субботе Ходашим, Харшат Аходыш. То есть, в следующую субботу мы читаем отрывок о том, что месяц Ниссан должен считаться у нас первым месяцем года. Это значит, что это последняя суббота месяца Адар. И наступает месяц Ниссан, месяц нашего освобождения, месяц, который мы празднуем Песах, наш главный праздник. И желаю вам заранее успешных и счастливых праздников. И тогда на сегодня все. Спасибо всем участникам. Окей. Всем счастливо. Пока. Хороших новостей. Хорошего недели. Дай бог, дай бог. Ще. 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 Ще.